День лицеиста Сегодня отмечается любопытный праздник День написания писем в будущем Тут идея у меня возникла Помните, у нас был прецедент, когда капсула времени закладывалась А в последнее время мы много говорим про 650-летний юбилей Может быть, нам тоже этакое что-нибудь заложить Послание в будущее, потомкам Но мы, кстати, про будущее сегодня будем говорить Не в общем и целом, а в такой узкой, но очень важной части В плане озеленения нашего города К чему мы стремимся, что мы делаем Как мы хотим, чтобы выглядел наш город в ближайшие десятилетия Потому что, так или иначе, это зеленое хозяйство Которое нам досталось в наследие от советского прошлого Ну, увы, с ним надо уже кардинально что-то решать И мы постепенно к этому движемся Нашу гостю давайте сразу представляем Я думаю, хорошо подвел уже Светлана Кейкина в гостях Начальник отдела зеленого строительства Дирекции благоустройства города Кирова Светлана, добрый день Здравствуйте Да, добрый день Ну, несколько слов скажу еще про второй час С 13.00 мы будем говорить о завершении туристического сезона Летнего, вернее, туристического сезона И о том, как показал себя проект Пешеходная Спаская 13 мая, напомню Пешеходная Спаская была торжественно открыта Буквально вот в последние выходные сентября И в первый день октября проект был закрыт Ушел на зимнюю спячку Итак, зеленое строительство Понять это такое, да? Такое важное, очень сложное Буквально на днях городская администрация сообщила о том Что, несмотря на такую холодную погоду Все-таки уже у нас осень вступает в такую глубокую стадию Активно продолжаются вестись Работы по озеленению, сообщает администрация Специалисты отдела зеленого строительства Дирекции благоустройства Высаживают деревья, кустарники Бульвар на Октябрьском проспекте Музыкальный сквер и многие другие локации Я думаю, что вот сейчас мы пройдемся, да? По тем местам, где вы работаете Зафиксируем, что называется Ну, позволяет еще, да? Погода всем этим занимается? Да, погода позволяет еще работать Земля не промерзла И так-то для растений как раз Самый благоприятный период И мы работаем сейчас одновременно Также еще высаживаем луковичные Вот, поэтому будем ждать весной Еще и первоцветы в нашем городе Ага, а вот в зиму где высаживаю эти цветы? На набережной, я по-моему знаю, да? Там посадили что-то? Сейчас мы работали Мы закончили каскад То, как мы планировали, что он будет выглядеть Это каскад к профсоюзной, к старому мосту Там два ряда ив, деревьев, напомню А и несколько полос с многолетними и с кустарниками Чтобы были волны И, возможно, там можно будет проводить больше времени Не только с собаководом Но и всем желающим устраивать пикники, например Там очень красивый вид открывается на реку Там панорама такая есть Возможно, мы сможем там что-то установить Какие-нибудь шезлонги потом Но сейчас озеленение там вот выполнено В полном объеме, который мы планировали Еще вот в прошлом году На веерной лестнице Мы в начале сезона сделали один объем Сейчас мы его дополнили И сделали еще те алые паруса И розари наш там завершен Сейчас он дополнен сейчас еще луковичными Мы сделали вокруг него рулонный газон Чтобы во время праздников сидеть на газоне Было бы приятней Вот, и все аккуратнее смотрится Как и предполагали, сделали в Александровском саду Посадки гортензий Протестировали клумбу такого классического типа Нам понравилось В следующем году будет какой-то новый рисунок Вот, мы будем эту традицию Александровского сада поддерживать И после, когда откроются Мы предполагали, что розы вокруг ротонд Мы посадим вот сейчас Но пока мы отложили это до весны Потому что ротонды еще не привели в порядок Из-за бура вокруг нее бедные падают Вот, прекрасно, что за этот сезон у нас получилось провести Ландшафтный фестиваль В августе у нас был арт-сад Где были показательные выступления от ландшафтных студий То, как они могли бы работать Как они уже там работают в городе И три прекрасных сада, они остались в городе Вот, и в сквере борцам революции Благодаря этому фестивалю разработана концепция озеленения Которая в рамках следующего года Будет сделана там замена кустарников на другие И плюс дополнены трафики Деревянные настилы, они там прекрасно вписались И будут доделаны Подождите, прямо вот в сквере там, да? Да, в сквере, да Просто я давненько там не была Ну, я вот была, ходила на фестиваль На фестиваль, да, мы ходили всей семьей И много людей было И вот троллейбус Озелененный Озелененный Он просто какой-то бешеной популярностью пользовался Мы прошли через него, наверное, мне кажется, раза три Потому что после первого раза все равно поток был людей Дети попросились, давай еще раз И второй раз, и вот и третий раз Мне кажется, вот такой вот троллейбус Можно прям на постоянной основе там ставить И там всегда будут люди Всех будут что-то сфотографировать Садиться, сидеть Там, по-моему, отличная идея Вообще, ландшафтный фестиваль показал, что это очень интересно Актуально У нас были нон-стопом лекционные части Мастер-классы И записывались горожане И приходили еще И еще что мало Давайте больше Поэтому на следующий год Планируем повторить его Посмотрим, в каком формате это будет Кто-то хочет в этом же месте Кто-то говорит, давайте в... Ну, в общем, пока там суть до дела Но это был хороший пример Когда мы рассказали про деревья Питомники Питомниководы собрались Обсудили тот посадочный Какой в городе можно высаживать Как, с какими проблемами То есть определенной договоренности с городом достигли Фестиваль понравился и горожанам И администрациям Договоренности в смысле Чтобы в городском пространстве Было что-то реализовано Что-то нам показано Ведь это очень важно А что именно Ну, то есть вот именно О чем мы можем сказать Что вот эта идея там Нашла себя Или началась вот на Артсаде Да, и мы ее реализуем Или хотя бы попробуем Да, то есть какие-то наметки Например На Артсаде Была встреча питомниководов И тот ассортимент Который могут ребята выращивать Например, для города Заранее То есть если город говорит Что в течение там Ну, трех лет Мы будем брать у вас Вот такие вот саженцы То питомники готовы их выращивать Прямо с нуля Заказ такой Да, заказ, да Городской Вот И определились те Кто могут из семян До там одного-двух лет выращивать А кто будет дальше доращивать То есть они объединились между собой Вот И если город говорит Да, вот такой ассортимент Они готовы под это делать Вот это вот на Артсаде произошло Ну, то, что это будет сделано заранее Какие-то плюсы нам дает Ну, я не знаю Там в плане Фиксирует цену Цены, да Фиксирует цену Для питомников Это То есть они получают деньги сейчас На развитие И при этом Ну, то есть На подержание штанов сейчас Вот Ну, это такая прекрасная Такая прекрасная разновидность бизнеса Каждому бизнесу нужно понимать Что его ждет впереди Да, в перспективе И, по-моему, вот такая Такой заказ, такие договоренности Они могли бы очень даже здорово сказаться Да А потом Во время фестиваля Протестировали само пространство Что там очень хорошо Оно делится на две части Одна зеленая часть самого сквера А вторая обязательно должна остаться Вот такой асфальтовой Для того, чтобы проводить фестивали Но контейнерное зеленение Очень понравилось Именно вот такое Мобильно Поэтому вот наши деревянные вазоны Которые вот мы на Спасской Протестировали в течение лета На них есть большой заказ дальше Ребята, делайте дальше Поэтому вот на фестивале Попробовали маленькие, большие Разные вот виды вазонов Разные виды кашпо А как это может быть Какие растения в них можно высаживать И это вот на следующий год На год юбилейный Где нужно огромное количество Цветочного оформления сделать Красиво во многих местах Вот где-то будет Вот такое контейнерное зеленение По поводу деревьев, да Которые в катках Вот на Спасской Были жалобы, что они там усыхали Я, к сожалению, после не видела То есть они пришли в себя Или что-то не так Но это связано с тем, что было жарким лето О, это лето было прям очень интересно Не всегда успевали вовремя поливать Просто-напросто На самом деле, вот это первый был сезон Когда мы поливали по раза, по два, по три Практически все наши посадки То есть у нас выпадов нет за этот сезон Именно благодаря тому, что нам помогли обеспечить полив Вот Раза два-три в неделю? Да Вот С катками и с вазонами Какая ситуация? То есть изначально мы их выставили в одном виде Они были без утеплителя Без металлических вставок И мы их сделали, ну такой тестовый Там первые две недели Да, нет Правильно поставили, неправильно Нужно переставлять или нет Потому что вопрос машинного трафика А как к бизнесу подъезжают? А будут ли горожане Выдергивать растения? А как это, ну там, с поливом подъезжать? Ну то есть мы так протестировали Отлично вписалось Фото с паской Они говорят об этом Что там прям Там, где нужно, там и поставили Вот Поэтому мы их забрали Переработали И теперь они с 5 сантиметров утеплителя внутри Металлические вставки С дренажными отверстиями С огромным количеством нужного субстрата И у нас из 18 деревьев Два действительно себя не очень хорошо чувствуют Мы их увезли на реабилитацию в свой питомник То есть их еще возможно Будем выхаживать Да, будем выхаживать То есть это нормальная ситуация Там для растений в вазонах Там просто есть момент, что около кукольного Не кукольного, а около тюза Там начался ремонт И вот то дерево, которое пострадало И которое мы увезли Оно попало в там, где когда шкурили Стройматериалы и все такое Поэтому не могу сказать, почему тут Вот По поводу полива, по поводу всего остального Растения, которые с деревьями в нижнем ряду Они показывают, что нам хорошо У кукольного театра они продолжают свести И пахнуть На воровского Карла Маркса Там тоже растения хорошо Хоть деревья уже опали Но сами цветы Еще хорошо И неожиданно себя показала полынь То есть на клумбах она не так видна И интересно А тут она свисает такими Жирными Ей хорошо Прошел Реализовалась Вот поэтому Вот этот тип озеленения Вот мы показали на фестивале Что он может быть очень разным Что у нас есть ландшафтное бюро Которые готовы с этим работать И можно на следующий год Вот прям даже там Надо сделали А есть уже какие-то планы По озеленению на следующий год Вот именно в этом типе? Да У нас есть три улицы На которых возможно только контейнерное озеленение Это вот Спасская, Московская и Преображенская То есть те три улицы Которые основной такой Туристический трафик у нас на себе Мы сейчас говорим о центральной части Да, центральной Именно на них есть потребность в озеленении Потому что очень мало осталось вдоль дороги Но при этом узкие тротуары На дороге БДД не разрешают поставить Внизу коммуникации В общем, да Ну такое Поэтому разные типы вот Контейнерного озеленения Предполагаются на этих трех улицах точно Вот Помимо них еще вот Улица Карла Маркса Потому что там широкие как раз тротуары И можно разделять трафик и автомобили Такими контейнерами Карла Маркса это в каком районе? Например, если двигаться От администрации В сторону театральной площади? В театральной площади один вариант А второй вниз В сторону милицейской Если двигаться Там тоже такие сегменты есть А, там, да, есть участочек Где расширение Но это тоже будут Как деревья, да? Как и на Спасской В зависимости от вазона Если вазон позволяет сделать дерево То, конечно, да Просто это полтора на полтора кубик И не все тротуары это выдержат Будут еще и прямоугольные Такие, ну, удлиненные Там будут уже кустарники И высокие многолетние растения Ну, и однолетников никто не отменял Потому что мы получили за этот сезон Огромное количество жалоб О том, что Куда делят цветы Цветочное оформление Как обычно, половина Не тратьте деньги на цветы Вторая половина Где цветы? Ну, это из разряда Переводить стрелки Не переводить стрелки В общем, что-то в этом ключе Единогласия нет По юбилею, да? Говорите, что там Очень плотно придется поработать В плане цветочного оформления Это уже прям какие-то планы-планы На бумаге Где что будет Какие-то супер там клумбы Мы, возможно, увидим Гигантские цифры 650 Да, первый вопрос Где будет эта цифра 650 Где мы Нет, я пока не планирую Это пока Вот таких Хотя была мысль по поводу Вот каскада Что вместо там цветочного Там нужно бы 650 Может быть на склонах сделать 650 Чтобы со стороны пляжа было видно Ну, то есть идеи было много Но, тем не менее Пока не планируется Вот Из интересного Вот улица Спаская будет Ну, на мой взгляд Интересно с Динамовским Там связано Цветочным оформлением Наверное, что в каждом сквере В каждом парке Будет увеличено количество Клумб и цветочного оформления Вот Что это лето показало Что действительно Тер-управление Когда занимаются цветами и клумбами Это ярче, красивее Просто нужно поменять структуру Сделать Ну, так по-другому Скомпоновать Вот Мы пока договариваемся Что совместно с ними Будем работать Но вот за лето Понимание Понимание Находите, да? Откликаются, да? Вот, да То есть Они тоже на фестивале Присутствовали Посмотрели Что А, мы поняли Что вы имели в виду Когда многолетники С однолетниками Когда кашпо И Когда Что значит Массивы Там посадки Ну, вот с учетом того Что есть этот запрос Да, на то Чтобы у нас Город Весь зацвел К юбилею Денег-то больше Выделят Уже вот этот сезон Он показал Что Возможности Есть И следующий год Он будет еще больше То есть мы сейчас Запросили Ну вот так Чтобы То есть мы запросили Пока еще Не сказали нам Не дали еще Запросили Мы запросили В три раза Больше Чем в этом году А в этом году Пятьдесят Если не ошибаюсь Вот смотрите Это вот тут На технику Пятьдесят миллионов На все остальное В итоге На озеленение На само было Семь миллионов То есть на Там деревья И все такое Вот Там что-то Докидывается И в этом году Огромное количество Депутатов Депутатские наказы Направляли на озеленение Город добрых соседей Несколько скверов Сделано по Городу добрых соседей Поэтому Вот тут вот Нельзя сказать Что только наше Дело занимается В общем разные Разные источники Были на финансовых И например Музыкальный как раз Сквер Это вот совместное Когда один спонсор Говорит Я хочу сделать Озеленение Депутатские наказы Наши ресурсы И все вместе Срослось И у нас получилось Хорошее озеленение Сделать Дай бог Оно будет дальше Развиваться Вот Ну давайте поговорим Подробнее тогда О музыкальном сквере Много там Что вы успели сделать Уже и планы Тоже есть соответствующие Вот у нас Схемы перед нами Тут разложены На столе В студии Тут только специалист Разберется видимо Так-то вроде бы Все просто То есть В сквере Очень хорошая Уже структура Создана растения Он такой разделен На тенистую часть И на открытую часть Там огромное количество Собаководов С собаками собирается И он такой Музыкальный Но с собаками Собачий вальс Такой у нас получается Я напомню Да это улица Спаска Рядом с Александровским костелом Если кто-то подзабыл Музыкальный сквер Вот Поэтому посадки Мы сделали так Чтобы открытое пространство Для выглу Оно осталось Во время посадок Мы познакомились С собаководами Увидели их трафик И вот То есть Где они там прохаживаются Что они могут сделать Какие у них проблемы есть Прошу прощения Перебью Ответственные собаководы Да Ответственные Ну есть ответственные Есть безответственные Убирают за собой Я лично видела Да Убирают Да Радует Молодцы Что хотелось бы отметить Что там появились Новые лиственницы В этом сквере Новые ели появились Розари там разбит Из канадской розы И из обыкновенных шиповников То есть Профессионалы бы сказали Ну это не розари Это шиповники Я говорю Ну в шиповнике же это розы Тем более здесь сортовые С определенным там цветом И ростом Вот И еще здесь добавлены Луковичные Поэтому Вот мы предполагаем Что ирга Будет свисти И плодоносить Первоцветы луковичные Будут свисти в начале Летом Дополнятся розы Там еще гортензии К осени Поэтому вот в сквере Добавилось цветение И в каждой локации Которая у нас появилась За этот сезон Это сквер семьи Сквер на Воровского 9 На Горбачева Казанский перекресток Вот на Лепсе На треугольниках И около самолета Никитский сквер Везде этот принцип есть Есть цветущее Есть то Что зимой Будет закрывать Пространство И есть первоцветы Смотрите Светлана Да по поводу Скомпоновать Если вот это Контейнерное еще Озеленение Скверы те Которые молодые Да Которые вот только Разбили Понятно Что даже С учетом Каких-то Пассажных Крупномеров Все равно Ну нет Какого-то ощущения Вот прям Сквера-сквера Да Какого-то зеленого Участка А если туда Ну временно Например Привозить Деревья В контейнерах Чтобы они Вот это настроение Создавали Пока Пока У нас Подрастают Те Кто сидят Там В грунте В грунте Интересная мысль Здесь можно Посмотреть И поиграть И наверняка Там Где есть Покрытие Плотное Там это Можно сделать То есть Контейнераж А есть еще И вазоны Есть еще И кашпо А есть еще И подвесные И так далее Все Весь вопрос Содержания О том Что Для Вот Маленького Объема Земли Нужно Больше Объем Полива Вот Поэтому Мы пока Так оптимально Смотрим Что С этим Мы Справимся Вот Но Рекомендация Хорошая В этих Начинающих Скверах Делать еще И контейнерное Изеленение Согласна Что касается Отдаленных Каких-то районов Спальных районов Там Как с озеленением Вот знаю На Суриково В этом году Работали По-моему На новом участке Мы обсуждали Говорили Что недовольство Местных жителей Было Что березы Там собираются Высаживать И так далее Пыльца Но там работы Еще не завершены Ведь на Суриково Они еще будут Или уже завершены К счастью На Суриково Вот то что мы планировали 100% Мы сделали Там высажены Ивы Там высажены Клены Там высажены Сирени То есть Это такие Большие Крупномерные Растения Посмотрим Как вот В следующем году И Так как там Есть территории Ну опять же Продолжают Жаловаться Что А здесь Не высадили Да Там коммуникации Вот В связи с этим Да То есть там Ну более плотная Так скажем Трассы И вот Нужно поиграть С ассортиментом Посмотрим Что сможем В следующем году На первый этап 100% Я как говорится Опять со своим Анна энтузиастов Не планируется Никакого зелени Ни одного деревца На протяжении Двух километров А вот сейчас С студенческим Проездом Та же самая История Что Где открыли Новую дорогу Да Что Ну пока Передают еще Чтобы это все Было наложено На одну карту Пока вот Мы посмотрели С десяток Там У каждого У каждого Сетевика Есть своя карта Поэтому нам Это нужно соединить Все воедино Но есть Маленький участок Где мы уже В этом году Сделаем посадки Вот Это где На студенческом На студенческом На студенческом То есть там есть Потенциально Нет проводов Вверху И достаточно Широкий участок Там можно даже Клены высадить Астралистные То есть это до зимы Вы еще что-то Успеете сделать То есть мы работать Будем еще И в начале ноября Улица Мира Мы ее Сделаем Озеленение Хотя бы первый этап Костяк Что именно там Ну так как это Рябиновая аллея То принято решение Что оно будет рябиновой Но там будет собираться Коллекция разных видов рябин Что есть и кусты Рябинолистные А есть и экзотичные Там до донги Например Рябины Это разные По форме Стволов По там То кустами То деревьями И все они плодоносят И все они плодоносят И все они цветут И все они будут Желто-оранжево-красными По осени Но у нас есть Еще интересный Такой пример За этот сезон Мы научились Ну на нашем питомнике Мы берем Наш посадочный материал То есть там есть уже Примерно полтора-два метра Ели Которые мы используем Например на Никитском сквере Вот у нас посажен Наш посадочный материал Благодаря чему Мы смогли сэкономить На закупках На закупках Да И соответственно Какой-то посадочный Мы оставим На размножение На нашем питомнике Чтобы у нас был Прямо вот надо И мы Велик ли питомник Он не велик Но на там Тысячу деревьев Кустарников То он может там держаться Вот То есть мы сейчас Озадачили Что нам свой питомник нужен Вот он Ассортимент Примерный Понятен Вот И что мы его Будем развивать Вот В общем Лето вот было Очень интересным Все лето Мы тянули С треугольниками На лепсе Потому что Хотели сделать Геопластику Но по итогу Она получилась Не в том объеме В котором хотелось Но Геопластика Это что? Геопластика Когда мы создаем Холм На ровном месте То есть Здесь можно Разделить Оно же там Плоское абсолютно И ветродую Он достаточно сильный Как можно Можно массивами Кустарников Сработать Чтобы немножко Остановить Можно формы деревьев Там сделать А можно Сделать Насыпь Вот И Здесь у нас был Наш личный Это первый опыт Такой В городе И поэтому Не все получилось Как хотелось Но Там Посажены Первые сосны Вот которые Они прям Сосны В городе Нас спрашивали Почему мало сажаете Вот мы пробуем Мы высадили там сосны И посадим Еще один кедр Он полномасштабный Красивый Его все точно увидят Потому что у него Необычная такая Хвоя Очень приятная То есть он большой уже Да Взрослый Да То есть Наша Вот за этот сезон Мы может быть Не так много посадили Как Предполагали Но это действительно Каждое дерево Его видно Вот У нас очень хорошие Подвязки Даже вот есть видео Как Ребята пытаются Их сломать Но Не получается Вот Выдернуть Надо нам Прерваться Сейчас на небольшую Рекламную паузу Я напомню Что мы беседуем Со Светланой Кекиной Начальником отдела Зеленого строительства Дирекции благоустройства Города Кирова Подводим по большому счету Итоги Работ по озеленению Которые были в этом году Говорим о планах И продолжим нашу беседу Через полтора минуты Светлана Кекина Продолжаем наше общение Я просто сейчас хотел бы Вот еще раз донести До всех нас До наших слушателей Для нас Не надо воспринимать На мой взгляд Работу отдела Зеленого строительства Как нечто Вот работу Каких-то чужих Незнакомых людей Это наше общее дело Озеленение Очень важная штука Давайте с душой Ремни обрезаны Ремни обрезаны Вот То есть нужно снова идти Снова перевязывать Ну то есть это вроде бы мелочь Но очень неприятно Вот Кто-то колышки Стараются сломать Ну вот маленькие Например Которые То есть мы их редко Очень используем Но хвойное К сожалению Можно вот только на них сделать Когда низенькие Такие колышки И растяжечка Вот так внизу Поддерживают Их берут например На игру с собаками Вот тоже ребят Ну как так можно Ну такое тоже бывает Вот Но я бы хотела сказать Что много горожан За этот сезон Ну лично вот То с кем я общалась Они прям А можно мы высадим На УДС Но мы уже пробовали И у нас там скашивают Как сделать так Чтобы не скашивали И мы Мне кажется Мы уже прошли То есть мы юридически Закрепили То есть поняли Как нужно зафиксировать На бумагах Чтобы вот горожанин сделал Подал документы Что я сделал Какие согласования Нужно Чтобы там были И как это Какая форма передачи Чтобы это попало Вот в титул содержания Мы прошли это Я вспомнила У нас просто в этом сезоне В районе тоже была история Мне кажется там тысячи сообщений Было в домовом чате Какой-то очень ответственный Газунокосильщик Скосил Какие-то кусты Или что-то Я не знаю Которые не один год росли там Да Которые я так поняла Там была какая-то проблема Как раз в том Что их высаживала То ли управляющая компания То ли застройщик При сдаче дома А потом эти земли То ли оказались Ничьи То ли наоборот Ушли Муниципалитету И в общем Газунокосильщик Это спилил Эти кусты И там началось Вот безумие Вот нет Я просто Сколько бы вы там Документов не писали Разрабатывали Все эти нормативки Все это Как обращаться Мужик с газонокосилкой Ему наплевать На все эти документы Он то что видит Он не нравится И скосит Мне кажется Как его проконтролировать В первую очередь Подрядчики тоже Об этом говорят Что ребят У нас текучка Она достаточно серьезная Что вот с каждым Проект ему не покажешь Каждому не расскажешь Но сами-то подрядчики Они как раз готовы И что Давайте мы Вот сезон закончим Мы все проекты Какие у нас есть И что нам передано Мы им передаем Вот И соответственно Уже сможем Вот первый такой опыт Протестировать Когда все Ну как Проговорили Прорисовали Указали Давайте То есть это и Снегоуборки же тоже Касается Вот что у нас Достаточно много Посажено вдоль дороги Которая выгребается Или например Там ну так получается Что завалы снежные Вот Ребята сделали Своё предложение От застройщиков Мы тоже посмотрели Как они с этим обходят Поэтому давайте Посмотрим по результатам зимы Как сможем сработать Чтобы наши новые посадки Не сгребли И потом по поводу Там кошения Вот Но мы кошения Вот тоже сейчас Регламент будем Разрабатывать новый Это к вопросу О том что идет Реконструкция Газонных частей Вдоль дорог И это Вот недавно мы говорили Вынимается грунт Да Верхний слой Да И после того Как он будет посеян Его нужно по-другому содержать Не газонокосильщиками Вот А здесь нужны уже Хорошие газонокосилки Его нужно прогребать Он должен быть чистый Без камней Без То есть это другие регламенты В смысле не бензиновым триммером А полноценной Машмашиной вот этой Которую нужно возить Наконец-то Наконец-то это возможно Такие есть А вот сейчас Как раз Ну в смысле Я понимаю Что в принципе существует Я имею ввиду подрядчиков Да То есть в чем их особенность Что когда они работают Именно вдоль дорог То там быстро изнашивается техника Например Нововятск Они использовали Говорят что Использовали на протяжении Десяти лет Мини трактор Который Ну это самоходная такая На ней едет один человек Это вот маленькая Ну как можно Электрические машинки То вот детские Которые вот ездят Да Вот есть такие Газонокосилки Небольшие И она у них На Авиатске работала Десять лет Сложность в том Что вот мелкие камешки Попадая И вот ломается достаточно Поэтому здесь по-другому Само режущая Режущая часть Да Повреждаются Технику нужно Немножко другую И ее содержать И регламент То есть к ошению Он тоже будет другой Но мы к этому уже готовы То есть распоряжение Администрации О том что подготовить Регламенты По содержанию газонов Поэтому ждем Да здорово Нужно работать Конечно в этом направлении Буквально пару минут Чуть больше Пролив на Октябрьском проспекте Еще все-таки Работы сейчас там идут Очень активно Буквально сегодня с утра проходил К чему идем, Света? Ну, во-первых Мы посадим там ели Около памятника Посажены будут Сейчас на первом сегменте Около ЦУМа Да, до Сельхозакадемии Высажены шиповники Высажены дерены Чтобы была защитная такая полоса Там было бы комфортнее находиться Ели вот в этом году посадят Или это в следующем? Мы уже подготовили под них Сколько их там будет? Шесть Шесть елей Да Люди будут довольны Насколько они высокие На настоящий момент Ну, вот пока их Я еще не видела Их везут Вот Но это там 2-2,5 метра Примерно Обычные или голубые? Голубые Тоже голубые? Да, голубые Ну, потому что Пока статистика показывает Они лучше переносят газ Ну, все городские эти условия Да Негативные Вот То есть там будет Сейчас увеличено уже Количество цветников Ну, вот именно на первом сегменте Посажены дополнительно яблони Произведена обрезка Вот И на втором сегменте Мы тоже приступили Там посажены Плодовые деревья Сейчас ведется обрезка И уборка тех аварийных Которые вот точно там не должно быть Это яблони в первую очередь Там сейчас А, нет, подождите Вы же до молодой гвардии идете Да, да, да Вот второй вот этот вот сегмент Почему-то до Маклина, да Там как раз Внешний ряд это боярышники И яблони были Но в них посажены еще и тополя И клены по одной из сторон Вот сейчас они уже изношены Настолько, что вот Часть из них будет убираться Но вместо них Мы сразу же высаживаем Рябину промежуточную Мультиштамбовая форма То есть это деревья Но, ну так Если представить, что это такое Это когда несколько стволов Из одного места вот растут Ну вот такая Многоствольная форма Опять же для того, чтобы Объем и шумоизоляцию сделать На самом бульваре И на весну планируем Реконструкцию живой изгороди Внутри Та, которая под липами Там снежно-ягодник Вот мы ее отремонтируем И по бульвару пойдем дальше С обрезкой Чтобы провода И людей обезопасить Дальше В смысле На север получается К танку Да, к танку Три секунды у нас осталось Да, видимо Уже не успеем Обсудить Ничего подробного Поэтому пора закругляться С первой части До дневного разворота Благодарим Светлана Кикина Начальник отдела Зеленого строительства Дирекции благоустройства Города Кирова Светлана, спасибо большое За беседу Пусть вы и коллеги Теплее одеваются При всех этих работах Когда все-таки холодно У нас осень Спасибо Завершаем Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА